добрый вечер в эфире опять мы и сегодня мы обсудим наши топовые новости за эту неделю сегодня у нас в гостях проректор по науке даугавплоскового университета арвиц баршевски с добрый вечер здравствуйте и сегодня мы обсудим следующие темы интересные на заседании думы в дал бы после в очередной раз не поддержали инициативу остановить проект по мусорожигательному завод проект не остановлен в очередной раз с 1 сентября 2020 года в стропской основной школе развития нами более известны как логопедической не смогут продолжать учебу 206 детей на принят закон согласно которому всех детей распределят в обычные школы следующая тема всеми нами любимый это тариф на тепло уже только лениво об этом не говорит мы это тоже с радостью обсудим вчера были задержаны четверо полицейских и временно отстранен глава управления обеспечения и обсудим дефицитные бюджеты реги резак на и приступим к обсуждению новостей начнем с мусорожигательного завода вчера прошло заседание думы в очередной раз инициативу приостановить остановить вернее этот проект отклонили да я пройдусь немного по хронологии как это вообще было потому что информация очень много и верный и неверный каждый политик на используют данный вопрос в свое благо поэтому пройдемся по хронологии 2013 год в латвийский национальный план развития по требованиям евросоюза вносится мероприятия по утилизации мусора в том числе по выработке тепла и створ сырья то есть какая-то директива у нас евросоюза мы свой план развития это вносим ну работаем дальше семнадцатый год март мэр даугов был создает распоряжение подготовиться к участию в данной европейской программе на подготовить проектную документацию для утилизации части отходов место строительства и другие конкретные параметры не указаны то есть мы прекрасно видели этот документ подписанный я не соваще всего в тот момент где дается указание о том что эту программу нужно развивать искать место все готовит документацию прочее на там не указано где этот завод будет то есть об этом речи не идет май депутаты партии согласия направляет мэру я не сулач плюсу письмо с требованием ускорить работу над проектом мусоросжигательного завода это тоже всем известный факт была предвыборная газета где вся эта информация присутствовала то есть на тот момент члены партии согласия хотели процесс ускорить август официально стартует программа на участие в получении европейского финансирования между самоуправлениями и кто был мэром в долгу после 2017 году в августе мы тоже прекрасно понимаем то есть программа стартовала и все это можно было реализовать сделать и никто бы не кричал о том что деньги какие-то потери на 18 год ноябрь заявка самоуправления долгу пылса на получение европейского финансирования отклоняется 10 миллионов уходят венспилс и небольшую ремарку внесу когда венспилс развивал данный проект то венспилсу предложили несколько мест по строительству данного завода нам было предложено только одно место и и девятнадцатый год мы все прекрасно помним прошел митинг сбор подписей было общественное обсуждение данного вопроса моему коллеги который активно противостоял данному решению сожгли автомобиль то есть мы в этом все жили мы это все прекрасно видели и вчера я не слышал что с мэру задал вопрос то есть ну мэр говорит что проект приостановлен именно с такой формулировкой не остановлен приостановлен и и вчера я не слышал что задал мэру вопрос а что именно сделано вот если он приостановлен какие решения приняты решений принято никаких указания компании отца отозвать заявление нет и до сих пор не расторгнут договор между теплосетями и ну аренды места где это все планируется сделать и вот вся эта кутерьма происходит то есть на данный момент мы что имеем власть говорит нам что проект приостановлен и вроде бы опасаться нечего по факту мы видим что все движется вперед потихонечку то есть никаких шагов для того чтобы там не строить нету и вот у меня такой вот вопрос как вы вообще относитесь к данному проекту в целом нужен он городу не нужен что хорошего от этого получим нету вопрос конечно достаточно сложный но я как человек с такой зеленой идеологии ну представляющий или 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 которому более близко зеленая идеология конечно за решение проблемы таким образом чтоб было наименьшее влияние как на среду так естественное на людей которые живут вокруг вот этих производств и и это на самые 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 сложные как найти такой вариант который устроит всех и скажем нас представителей представители там науки зеленых разных формирований и так далее и вот тех людей которые это планируют как-то решать потому что естественно инвестиции городу важны но любые ли инвестиции то есть это тоже еще вопрос в данной в данной ситуации я считаю что вот как чисто как зеленый человек что в принципе много вопросов у меня лично пока к этому проекту то есть я толком так и не понял какое влияние будет вот на сам город никто не понял и так далее поэтому вот тут есть вопросы на которые хотели хотелось бы чисто вот как жителю городу слышать ответы и понять это все с другой стороны как ученые однозначно понимаю что решение проблем мусора переработки это глобальная проблема можно сказать одна из первых мире потому что мир из задыхается мусор смотрите допустим за рубежом в той же дании мы видели швейцарии прекрасные примеры заводов таких вот мусоросжигательных где рядом там катаются там на велосипедах течет речь речка и все красиво и прекрасно у нас такой вариант завода вообще возможен конечно возможен возможно этот завод стоит немножко дороже или или дороже чем может быть мы в латвии очень часто привыкли хватать то что может быть стоит подешевле но не всегда дает самый лучший эффект но есть такой момент просто рада не направила потрачено 150 миллионов нас планируется 10 или 15 да поэтому вот чисто как человеку мне бы хотелось слышать достаточно много ответов на вопрос на которые я пока не получил вот ответа и поэтому вот чисто так политически и как представитель партии зеленых скажем скажем так чисто политически я против такого варианта как он сейчас ну на самом деле все против я лично руководствуюсь опять-таки таким моментом мы строим завод в спальном районе ну тот момент да даже если у кей он будет экологичен там все будет в порядке все будет красиво нормативные акты все будут соблюдены все равно захочется ли купить квартиру рядом с таким заводом вопрос захочется ли и бизнесу открывать там рядом офис с этим заводом чисто психологически ежи такая до зона отчуждения какая-то определенная ну эти проблемы во всем мире то есть в принципе и в других странах тоже но с другой стороны если я знаю что технологии на столь современные что очень минимальная возможность каких-то проблем но это одно но и если нет информации или или не до конца уверен в этом это другое ну да самый сложный вопрос сейчас в том что мы на самом деле горожане не имеем понятия вообще что происходит мы понимаем что проект приостановлен есть такая юридическая формулировка он не остановлю не закрыт он приостановлен и все процессы юридически там происходит ну да и тут еще конечно нюансы есть тоже это особенность латвии в целом не только нашего да уголкнулся очень часто вот все эти проекты пишутся подаются очень-очень короткие сроки то есть в стране очень все оттянуто в целом и если это вписано то есть конкретные места в проекте и так далее но потом на самом деле очень сложно через какие-то изменения в договорах с финансистами и так далее очень сложно что-то поменять зависит еще как качественно этот проект написан ну и можно ли если его его проекта если на самом деле сохранить природу и сделать там вывоз мусора дешевле и прочее это одна цель если цель бизнесовая коммерческая заработать денег но к сожалению будут зарабатываться деньги и на природу и на людей ну да 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 конечно поэтому вопросов достаточно много именно насчет этого завода хорошо спасибо комментарии понятен спасибо очередная немаловажная новость для города даугуфпилс это то что с 20 года с 1 сентября в старопской основной школе развития всеми нами известной как логопедической не смогут продолжать учебу 206 детей принят закон согласно которому всех детей распределят в обычные школы почему-то даугуфпилса касается больше всего потому что она самая крупная такая школа и дети здесь учатся из риги из юрмалы и и вопрос как вы вообще относитесь к данной инициативе к данной идее хорошо ли ты плохо опять надо вынужден сказать палка с двумя концами на самом деле я противник закрытия то есть закрыть всегда можно очень легко одним решением одним законом но потом создать что-то очень часто проходит годы и очень часто ресурс нужно вложить гораздо больше чем чем уже да так экономия получиться но в данной ситуации это исходит как бы из закона да и поэтому такое решение принимается может быть и с целью больше социализации этих детей и так далее но там такие есть две цели вот социализация и конечно экономия государственных средств но мое убеждение и об этом я говорил уже сколько раз на образовании науки на культуре в принципе экономят только те страны которые у которых нету вот четкой цели развития образование в данной ситуации в школе работал работали достаточно квалифицированные люди именно по этой проблематике специальная подготовка и так далее и конечно такое количество детей распределить по другим по другим школам ну посмотрим посмотрим но я думаю что в принципе дети будут страдать эксперимент получается то есть мы детей распределим понимаете но если закон есть закон мы люди законопослушные и тут надо было думать уже тогда когда принимался этот закон очевидно вот в эти аспекты социализации и так далее ну может быть они есть как аргумент но ну реально немножко на самом деле другие мы ведь понимаем что даже в нормальных школах в нормальном классе всегда есть дети которых обижают конечно и с другой стороны во первых это будет большая нагрузка на тех учителей которые в этих школах будут работать им будет намного сложнее с классом которым там 30 или сколько в городских школах детей им намного сложнее будет работать потому что и в каком-то смысле будут страдать эти дети тоже я допускаю поэтому я я я конечно в целом по латвии такие школы бы в принципе не закрывал потому что на самом деле много мнений и комментарии достаточно я понимаю что у меня тоже сейчас будут критиковать многие многие абсолютно так не думают но все равно вот система которая в каком-то смысле проверено уже не не одним годом а достаточно большим количеством времени она давала результаты ну идти на экономию или 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 на какие-то вот такие современные может быть аспекты ну вот современно сейчас все эти проблемы социализации и так далее может хорошо но скорее всего все таки кто-то будет страдать или те дети которые пойдут в эту школу или опять другие может быть которые получат немножко меньше времени учителя на себя хорошо слушайте ну а что в таком случае вот делать сейчас мы имеем ту ситуацию которую имеем мы только должны вот следовать закону и все ну в данной ситуации закон есть закон но всегда вопрос начинать дискуссии скажем и может быть включать больше специалистов именно по специальной педагогике потому что я я тоже не специалист по этим вопросам но дискуссии среди них что они думают по этому поводу потому что любой закон рано или поздно можно открыть и сделать какие-то дополнения то есть шанс что-то изменить есть в принципе да только надо прийти к вот такому профессиональному мнению действительно ли это лучший вариант хорошо спасибо очередная немаловажная тема для каждого жителя нашей страны это тариф на тепло и на примере нашего города обсудим данную новость сейчас прогремела новость о том что мы заключили новый договор он с очень низким тарифом все у нас будет хорошо платить будем меньше и заживем расскажу как это было раньше свое время теплосети начали закупать газ по биржевым ценам вышли на рынок цена эта варьировалась постоянно но с одной ремаркой что в любой момент мы можем цену закрепить если мы видим что биржевая цена пошла вверх мы ее закрепляем и тогда нам это все выгодно и тринадцатый шестнадцатый года в долгописи была одна из самых низких цен на отопление сейчас договор заключен с фиксированной ценой ну тоже есть один момент политики в другом не бывает отопительный сезон был короткий остались избытки газа и поэтому цена на бирже пошла вниз сейчас мы эту цену закрепили но у нас нет возможности тариф еще уменьшить то есть скорее всего этот тариф можно было получить еще дешевле вот у меня вопрос в данном решении мэра руководитель теплосетей есть какой-то злой умысел или это просто сделано от незнания вот вообще рынка и всех этих процессов происходящих ну на этот вопрос я наверное по сути так и не смогу ответить потому что я не присутствовал ни при разработке ну сердце это что-то подсказывает и так далее да и сказать что это злой умысел наверное смогли бы или следователи или кто-то другой в данной ситуации ну тоже в каком-то смысле я как опять житель города я заинтересован конечно чтоб тарифы на отопление ну не съедали особенно как зимой а особенно у у людей у которых маленькие пенсии и так далее когда за лекарства и так далее не чем платить конечно тарифы на отопление они очень кусаются они съедают очень большую большие средства и каждый заинтересован чтобы эти цены были гораздо ниже в данной ситуации ну вот тут я бы наверное перед раз переадресовал вопрос или 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 журналистам или юристам тут надо смотреть почему то есть выгодно это будет невыгодно с другой стороны не всегда мы можем предположить какой сезон будет длинный короткий как эти цены будут но для этого есть специалисты экономисты планирующие развитие и вот в данной ситуации это у них надо как-то как-то спросить почему именно так может быть мы пытаемся мы не получаем всегда ответ но скажем в данной ситуации я как человек просто сообщества я на такой вопрос тоже наверное не смогу ответить но вопрос очень интересный хорошо спасибо за комментарий и очередная горячая новость для нашей страны вчера в риге были задержаны четверо полицейских и временно отстранен глава управления обеспечения госполицией и я процитирую что по этому поводу сказал начальник госполиции инскюзис что любое задержание полицейских он как руководитель полиции расценивает как чрезвычайную ситуацию и неприемлемо когда полицейские подозревается в совершении преступления то есть такой вот интересный комментарий задержанный глава управления обеспечения в своих личных интересах использовала ресурсы полиции в том числе трех своих каких-то подчиненных да вот четверых и задержали и это такой не единичный случай да ладно с госполицией может быть не так часто происходит вообще в целом если мы посмотрим по стране по региону латгальскому то мы видим рига сатексмы да где сейчас было трудоустроено там почти 50 консультантов которые каждый месяц получали зарплаты и через предприятия были выведены миллионы евро то есть это очень большие суммы это деньги налогоплательщиков да и мы видим рига с нам сам не экс рига суден где была трудоустроена жена нынешнего мэра да риги то есть это происходило и вот у меня такой вопрос есть кто в ответе вообще за все вот эти вот происшествия которые происходят у нас это же не происшествие одного дня или одной недели да то есть из года в год ну да эти вопросы тоже в латвии к сожалению довольно часто всплывают особенно в последнее время как-то мы часто слышим какие-то почти каждый день какие-то нюансы да естественно если человек вор он должен или сидеть или в соответствии с законом быть наказан каким-то другим в соответствии с законом это еще нужно доказать что конечно это ну если это доказано это нужно доказать то же самое если чиновники или руководители как-то в конфликте интересов там в свою пользу что-то используют и так далее средства которые в принципе общие налогоплательщиков которые своими налогами это все вплачивают но но ситуация в том кто в ответе но очевидно опять вопрос юристам потому что руководитель всегда в ответе то есть руководитель если в риге сатексмы значит руководитель рига сатексмы должен был знать и и видеть что происходит и но он несет сейчас ответственность а мэр допустим ну я не знаю скажем вот эти субординации там не субординации а кто за что отвечает в самоуправлении да но скажем если бы это было в университете естественно ректор отвечает за все и в данной ситуации но проблема в том что как вы сказали очень сложно многие вещи у нас доказать потому что законы не совсем точно оговаривают какие-то конкретные процессы и тут начинается интерпретация юристов а сколько юристов столько интерпретаций если адвокат СОП с хорошим опытом репутация не репутация с хорошим опытом то в принципе не всегда удается и честным скажем сотрудникам полиции следователям которые работают и добросовестно выполняет свои дела но не всегда удается доказать не только в том что они не профессиональные но это не доработка законов мы люди просто такие вы знаете вот этот вопрос тоже настолько сложный потому что я очень часто думаю о скажем нашей сфере высшем образовании ну все говорят что есть какие-то проблемы 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 а может быть наша проблема в том что мы за эти последние годы 25 приняли столько законов столько положений всяких которые регламентируют все и очень часто в каких-то щелях несоответствия позволяет вот такие какие-то ситуации очень давно когда был кризис была высказана идея что может вообще перейти на закон о кризисе и по сути отменить то что наработано до этого времени и я бы наверное поддержал такую идею потому что сейчас столько всяких нормативов которые очень часто противоречат и опытные юристы находят вот всякие щели и так далее происходит из-за неопытности политиков понимаете это к сожалению не только проблема Латвии мы видим в Литве то же самое очень часто вот были случаи когда очень высокого ранга чиновников также задерживали то есть в целом это нельзя так сказать что это только наша проблема но проблема есть но самое главное что я полностью поддерживаю что если человек нарушил закон и ну опять нарушил и это очевидно это доказано то он должен или сидеть или уходить со своей поста и так далее но это очень сложно да и многие законы нацелены на то чтобы не доказать и понимаете как выйти из ситуации очень сложно потому что скажем элементарный закон с которым я связан и с которым я сам участвовал при многих в разных комиссиях при многих разработках чем больше участников с какими-то интересами своими тем нереальней принять толковый закон потому что все нет единой цели то есть да то есть каждый старается свое как-то пропихнуть и в результате вот получается то что получается то есть опять не всегда можно винить что там депутаты Сейма некомпетентны и так далее много там всяких ну разные там есть разные да но очень часто реально трудно принять закон при той системе когда как бы мы сами можем влиять вот на этот законодательный процесс хорошо и что мы обречены это бесконечно нет ну не обречены ну понимаете ну с каждым годом как-то многие вещи все-таки приводятся в порядок но это медленный процесс очень к сожалению и поэтому такие шустрые чиновники очень часто находят вот какие-то окошко где где можно вот какие-то махинации делать и и к сожалению страдает все общество потому что те суммы о которых мы говорим они к сожалению часто в многих миллионах да абсолютно так вот то есть если бы эти деньги были потрачены благие цели на которые предназначались вначале ну смешно но абсолютно смешно говорить что не могут найти 9 миллионов учителя учителям поднять на какие-то там несколько десятков латов при условии какой годовой бюджет Латвии может быть не надо было одного пары в свое время или еще кого-то и мы и пенсионерам смогли пенсии поднять и так далее если не было вот таких нечестных лоббистических каких-то и очень часто коррупционных проектов хорошо спасибо за комментарий будем надеяться на лучшее и последняя тема на сегодня это принятие вчера бюджета Риги принимали данный бюджет 10 часов то есть ну очень долго это яростно обсуждали и первый момент что это самый большой бюджет за всю историю Риги да он чуть больше миллиарда евро составляет в этом году и дефицит бюджета 110 миллионов евро чтобы понимать фрезок на дефицит 12 почти миллионов евро да такой вот момент это так пишут нам наши латвийские СМИ про дефицит хотя на самом деле как такого дефицита нет да это или кредитные какие-то деньги или деньги инвестиционные с европейских фондов к нам придут ну вот мне просто вопрос СМИ нам преподносит информацию так а как это на самом деле вообще что такое дефицитный бюджет нету дефицит без дефицитный бюджет это когда расходы и доходы по нулям можно сказать а дефицитный бюджет страна тоже в принципе живет с дефицитным бюджетом и эти самоуправления и не только эти я думаю по Латвии много таких самоуправлений у которых бюджет с дефицитом да это можно смотреть там есть какие-то нюансы какие-то кредиты на проекты и так далее но не всегда и скажем университет по сути вот я как представитель Долговского университета университет по статусу в государстве по сути то же самое что самоуправление то есть у нас одинаковые публично основанная как бы персона да может быть переводится немножко по-другому но статус одинаковый я просто не могу представить если скажем Долговский университет где-то принял бы какой-то бюджет что у нас есть какой-то дефицит да то есть мы работаем исходя из тех денег которые у нас есть мы их планируем мы их знаем и также планируем траты и расходы самоуправление конечно немножко другое чем университет масштабы гораздо больше социальных всяких функций оплачивают образовательные расходы эти все и так далее и так далее и так далее ситуация другая но жить в долгу это плохо вот что я могу сказать жить в долгу это плохо и поэтому например как университет мы не допускаем такой возможности что бюджет будет с дефицитом это значит у кого-то эти деньги надо будет одалживать это значит это будет какие-то проценты и так далее и так далее тут достаточно большие суммы чтобы понимать у Риги дефицит 110 миллионов это бюджет да поэтому жить в долгу плохо но это опять реальная жизнь страна тоже живет в долгу и что-то мы делаем неправильно что-то мы делаем неправильно что-то делаем неправильно спасибо большое за комментарии за беседу очень было приятно пообщаться и желаем нашим зрителям хорошего вечера и до скорых встреч до скорых встреч